Пенсионные новшества Но об этом поговорим сейчас с вице-министром труда и социальной защиты населения У нас в гостях Назгуль Сагендыковна, Назгуль Ериковна В этом году женщины уходят на пенсию, насколько я знаю, в 60,5 лет Таким образом, выступление Токаева вчера, оно действительно заморозило эту цифру И до 28 года сказали, стоп, 61 год, это пока окончательный возраст выхода на пенсию Мы сейчас можем сказать, сколько женщин по Казахстану в целом будет уходить вот с этого возраста на заслуженный отдых? Да, вчера в послании президента был представлен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионного обеспечения И один из них это приостановление пенсионного возраста для женщин на уровне 61 год На сегодняшний день министерством проводятся соответствующие расчеты Мы прорабатываем, какое количество женщин будут претендовать на это право И после проведения окончательных подсчетов мы озвучим и по количеству женщин, и по размерам средств, которые на эти цели потребуются А в целом женщин и пенсионеров сегодня сколько у нас? На сегодня в нашей стране порядка 2,2 миллиона пенсионеров, из них 1,5 миллиона женщин До 28-го года зафиксировали, верно? Минтруда, Минфин, уже посчитали во сколько все это обойдется бюджету? Послание президента прозвучало, поручение мы получили Сейчас министерством прорабатываются все расчеты После того, как мы сформируем окончательную версию, согласуем его с финансовым блоком Вынесем его на республиканскую бюджетную комиссию Только после этого будут известны окончательные цифры и по количеству женщин, и по размерам средств, которые на эти цели понадобятся Я это не просто так спросил, у людей действительно заинтересовало Раз мы отодвигаем этот срок выхода, значит дополнительные траты будут Определенно, будем ли мы вновь запускать руку в национальный фонд, который вроде как сократить данное поручение и принято Здесь пока так же сложно предугадать, ответить Ну, в целом, как вы понимаете, любые новые инициативы, это нагрузка на бюджет Поэтому, естественно, потребуются немалые деньги И все расчеты у нас будут представлены финансовому блоку на республиканский бюджет И это больше компетенция финансового блока за ними, этот вопрос Поэтому после того, как будут окончательные цифры известны, будут приниматься решения, из каких источников будет осуществляться эта выплата Если мы немножко углубимся в эту проблему, фундаменты посмотрим, то вчерашнее решение говорит о том, что государство в определенной мере услышало запросы казахстанских женщин Я знаю, что Минтруда проводила много встреч с активистами, с женщинами Выслушивая аргументы, почему они, собственно, предлагают снизить пенсионный возраст, почему его нужно, в принципе, сокращать Можно сейчас озвучить, какие конкретные аргументы повлияли на вчерашнее выступление, на вчерашнее решение Какие из них можно назвать действительно оправданными? Да, действительно, с конца прошлого года активисты движения женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста Активно продвигали эту тему, поднимали, обращались к президенту, к парламенту, к правительству о пересмотре пенсионного возраста для женщин Одним из основных аргументов этой категории женщин является то, что сейчас рост заболеваний среди женщин Динамика роста идет и снижается продолжительность жизни Все эти аргументы мы рассматривали вместе, совместно с этими женщинами Неоднократно на базе Министерства труда Мы их приглашали, несколько рабочих групп, была создана рабочая группа Поэтому и на уровне министра труда, на уровне руководства Встречались с представителями Национальной комиссии по делам женщин Поэтому эти вопросы все были рассмотрены комплексно, со всех сторон Участвовали представители Министерства здравоохранения И действительно этот аргумент, он сыграл свою роль О том, что пандемия коронавируса, она внесла свои коррективы У нас идет динамика роста заболеваний среди женщин Смертность повысилась среди женщин и продолжительность жизни снизилась Эти аргументы и сыграли важную роль Но пандемия коронавируса всего два года В свое время, когда принималось решение повысить пенсионный возраст для женщин Заявлялось обратно, что вроде как и трудоспособность у них выше И со здоровьем проблем меньше, насколько я помню, тогда До пандемии коронавируса у нас в Казахстане тенденция роста продолжительности жизни Она была налицо С 2009 по 2019 год за 10 лет у нас рост продолжительности жизни вырос на 4 года Если, допустим, у женщин в 2009 году продолжительность жизни составляла 73,3 То в 2019 уже 77,3 То есть на 4 года продолжительность жизни именно по женщинам она выросла А если мы туда углубимся все-таки еще, какие причины были за то, чтобы поднять его? Да, действительно, это мировая тенденция Во всем мире идет динамика роста пенсионного возраста Как в Европе, так и в соседних странах Также и в России, и в других странах принимаются эти меры Так уровень жизни другой в Европе, вот о чем говорят общественники Я и говорю, что не только в Европе, и в соседних странах У нас идет тенденция роста пенсионного возраста для мужчин и женщин в целом Здесь особое влияние имеет развитие медицины, расширение сети реабилитационных центров И все это, естественно, сказывается на увеличении продолжительности жизни Задам сейчас один из главных вопросов, который вчера возник после послания У женщин, в первую очередь, почему не 58, почему 61? Ведь все последние годы мы слышали о том, что женщин требуют выхода с 58 лет на пенсию Здесь нужно обратить внимание на два момента Президентам дано поручение о приостановлении пенсионного возраста с 1 января 2023 года По действующему законодательству с 1 января 2023 года пенсионный возраст для женщин 61 год Поэтому юридически правильно зафиксировать 61 год Ну и если бы мы сейчас зафиксировали бы другой возраст, то вопрос возник бы по перерасчету ранее назначенных пенсий То есть у нас с 2018 года каждые полгода у нас увеличивается пенсионный возраст И с 2018 года женщины у нас начали выходить 58,5, в 2019 году в 59, в 2020 году в 59,5 Получается трудовой стаж, который учитывается при расчете пенсии, он учитывался в завышенном размере И нам бы пришлось пересчитывать То есть не все так просто, раз снизил и можно сказать, что все довольны Ну хорошо, в таком случае другой вопрос возникает Мы ведь заморозили, ну собираетесь заморозить на 5 лет до 28 года, а дальше-то что? После 5 лет мы предполагаем, что все те меры, которые будут приняты в системе здравоохранения По улучшению качества, оказанию медицинских услуг, расширению сети, реабилитационных центров Особое внимание будет уделено сельской медицине Мы предполагаем, что все эти меры окажут положительное влияние И мы вернемся к доковидным показателям по продолжительности жизни По показателям здоровья населения и женщин в целом То есть определенная делка получается, да? Мы в 28-м можем либо вновь на снижение пойти, либо напротив оставить По итогам того, как закончатся моратории, мы вернемся к вопросу пересмотра С учетом показателей здоровья и продолжительности жизни И уровня пенсионного обеспечения на тот момент Насгуль Ериковна, я сейчас не какого вице-министра у вас хочу спросить А как у женщины все-таки? 61 год это, на ваш взгляд, оптимальный возраст выхода женщины на пенсию? Я считаю, что в целом 61 год это оптимальный возраст Допустим, более молодого поколения, наверное, они будут более заинтересованы Если у них позволит здоровье работать дольше Допустим, женщины моего возраста будут иметь право на пенсии Из накопительной пенсионной системы И поэтому мы заинтересованы, например, наше поколение Получать пенсию, ну, как можно дольше работать И чтобы была у нас повыше пенсия Естественно, это будет зависеть от того, какой уровень здоровья у нас будет на тот момент Но в целом, конечно, 61, я считаю, что это, в принципе, приемлемый возраст Для выхода на пенсию Экономически выгоднее будет? Экономически выгоднее, да Чем больше трудовой стаж, чем больше отчисления в накопительную пенсионную систему Тем больше размер пенсии Не случайно спросил, потому что ведь еще этот вопрос очень сильно зависит от условий труда Вредные производства, так называемые Буквально недавно, тогда еще вице-министр озвучил, что шахтеры, горняки Что по ним вопрос пенсионного возраста будет рассматриваться отдельно Это так? Да, действительно, у нас есть обращения лиц, которые задействованы в условиях труда вредных, тяжелых Поэтому этот вопрос в рамках социального кодекса будет проработан Но следует отметить, что сейчас уже есть право льготного выхода на пенсию у них За счет покупки пенсионного аннуитета Мужчины в 55 лет, это те, кто работают в тяжелых условиях труда А женщины в 52,5 Здесь следует особо отметить, что за указанную категорию лиц Работодателям дополнительно к 10% отчислениям в единый накопительный пенсионный фонд Уплачивается обязательный профессиональный пенсионный взнос в размере 5% Поэтому у них повышенные отчисления в пенсионную систему накопительную И они смогут досрочно уже приобрести пенсионный аннуитет и выходить на пенсию в 55, в 52,5 соответственно На сегодняшний день этим правом у нас уже воспользовались порядка 2,5 тысяч человек Которые работают в этой сфере В сознании обывателя вот этот пенсионный аннуитет, это удел избранных У меня такое ощущение, что выйти досрочно на пенсию, но не каждый себе может позволить Нет, именно для этой категории это достаточно-таки приемлемый продукт Учитывая, что и 10%, и 5% за них отчисляется Поэтому вполне возможно приобрести пенсионный аннуитет и уже в 55, в 52 выходить на пенсию Я слышал, что еще настаивают на вот этом снижении женщины, которые воспитывают детей с инвалидностью, правильно? Да, этот вопрос действительно поднимается Мамами, которые ухаживают за детьми с инвалидностью Либо вот за инвалидами первой группы На сегодняшний день следует отметить, что при назначении пенсии И солидарной, и базовой Учитывается, в трудовой стаж засчитывается время ухода за детьми с инвалидностью И за лицом с инвалидностью первой группы Также указанным женщинам выплачивается пособие по уходу за детьми Помимо того, что дети получают пособие по инвалидности Но в рамках социального кодекса мы прорабатываем сейчас вопрос о том, чтобы этих женщин, матерей, получается, оформить в виде индивидуальных помощников по уходу за детьми И им за 8-часовой рабочий день будет выплачиваться заработная плата, с которых будут производиться отчисления То есть эти вопросы в рамках социального кодекса мы прорабатываем У нас в системе сейчас для общего понимания мы пенсионеров образно поделили на три категории Это пенсионеры советского периода, которые уже вышли на пенсию до 1998 года Пенсионеры переходного периода И будущие пенсионеры, так скажем, которые будут получать пенсии только из накопительной пенсионной системы По первой категории, по советским пенсионерам, в целом вопросов нет У них размеры солидарной пенсии чуть выше 121 тысячи Помимо солидарной они еще получают базовую пенсию У нас вопросы по пенсионерам переходного периода Это те пенсионеры, у которых стаж трудовой до 1998 года не такой большой В накопительной пенсионной системе стаж участия у них тоже недостаточный Поэтому по этой категории пенсионеров сейчас имеются вопросы И мы в рамках социального кодекса прорабатываем параметрические изменения при назначении пенсии Также вчера в своем послании президентам было отмечено, что у нас будет повышена базовая пенсия И также было отмечено, что совокупная пенсия вырастет на 27% И здесь надо понимать, что внутри этой нормы сидят у нас и параметрические изменения по доходу, который будет учитываться при солидарной пенсии Сейчас, когда у нас пенсионеры выходят на пенсию, они получают пенсию базовую, солидарную и накопительную Получается, по базовой у нас будет повышение минимальной и максимальной По солидарной пенсии у нас будут изменения в части учитываемого дохода при назначении пенсии с 46 МРП до 55 МРП Сейчас трудовое предназначение пенсии, заработная плата у нас ограничивается 46-ю месячными расчетными показателями То с 1 января 2023 года мы поднимаем эту планку и размер дохода, который будет учитываться при назначении солидарной пенсии будет 55 МРП Я хочу спросить, мне интересно, об этом тоже женщины, которые выходили с предложениями, с аргументами, просили? Да, при встрече с женщинами мы говорили о том, что даже если сейчас выйти на пенсию, то у большинства нет достаточного трудового стажа и дохода У нас, допустим, из этой категории порядка 325 тысяч женщин без дохода, поэтому у них будет совсем низкая пенсия И мы проговаривали вопрос, что необходимо сначала поднять все-таки пенсию, внести параметрические изменения и уже потом говорить о снижении пенсионного возраста Самый главный принцип это чтобы была достойная старость и достойная пенсия же Еще одна очень важная инициатива была вчера озвучена в послании, это увеличение декретного отпуска для женщин с года до полутора лет Ну там понятно, женщины просили и больше, но полтора года в принципе тот срок, за который более-менее можно адаптировать ребенка к детскому саду, к кислям, как эксперты сейчас говорят уже Здесь насколько у вас продуманы гарантии, в том числе и финансовые, для таких мам? Как это все отразится и на них, и в принципе на работе? Мамы могут находиться до полутора лет, действующим законодательством год, с 1 ноября 2023 года по уходу за ребенком пособия будут выплачиваться до полутора лет И здесь особое внимание хотелось бы отметить на тот факт, что у нас неработающие родители, мамы в основном сидят, они получают пособия по уходу за ребенком из республиканского бюджета А работающие родители, за которых производились социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, они получают социальные выплаты по уходу за ребенком из государственного фонда социального страхования И следует отметить, что размеры выплат из системы социального страхования, они значительно выше пособий из республиканского бюджета. Поэтому родители должны быть заинтересованы, чтобы быть занятыми, естественно, работать и отчислять социальное отчисление в Государственный фонд социального страхования. А здесь как ваш опыт подсказывает? Что говорит? Женщин больше интересует именно финансовая составляющая в данном случае? Или любая выплата, она все-таки срок увеличит? Я думаю, и финансовая составляющая, и, естественно, срок. Ну, здесь как мама, я могу сказать, наверное, срок все-таки, потому что чем больше ты находишься со своим ребенком, естественно, больше ты уделяешь внимания воспитанию и заботе за своим ребенком. И также следует отметить, что в послании президента было особо отмечено, что теперь у нас детские сады будут с двух лет. Поэтому этот вопрос как бы тоже решается. Сейчас вот есть частные детские сады, в принципе, они принимают детей с полутора лет. Большинство женщин, когда поднимали этот вопрос о том, чтобы увеличить срок ухода за ребенком, они говорили, основной аргумент был то, что детские сады принимают с трех лет в основном. Но сейчас вот в послании президента дано поручение, будет прорабатываться вопрос и по детским садам. В то же время хотелось бы отметить, что у нас есть и частные детские сады, которые принимают детей с полутора лет. В принципе, этот вопрос решен. До полутора лет мамы могут сидеть, а потом уже решать вопрос с детским садом. Назгуликовна, то, что вчера сказано было о перезагрузке, мы сегодня все охватили? В рамках социального кодеса также мы прорабатываем некоторые вопросы. 1 ноября 2023 года, согласно действующему законодательству, планируется введение обязательных пенсионных сносов работодателя. Вы предлагали три схемы, насколько я помню. Вопрос, на самом деле, тоже очень чувствительный. В первую очередь для бизнеса, для работодателя. Он говорит, что его с одной стороны обложили налогами, насколько можно. Сейчас еще плюс дополнительный 5%. Вы же слышали наверняка этот главный риск, главное опасение, что снова зарплата уйдет в конверт. Вы анализировали все это? Да, естественно, мы этот вопрос анализировали и неоднократно встречались с работодателями, с предпринимателем, с Атамикеном. Этот вопрос обсуждался неоднократно. Хотелось бы отметить, что эта норма у нас уже сидит давно, но мы ее откладывали. И учитывая, что все-таки пандемия коронавируса внесла свои коррективы и идет нагрузка сейчас на бизнес, мы с 1 января 2023 года предлагаем поэтапный переход, не 5%, а начиная с 1,5%. Здесь самое главное, что эти обязательные отчисления работодатели, они у нас относятся, согласно налоговому кодексу, на вычеты. Но поэтапно это поэтапно. В любом случае к этим 5% они придут? На самом деле эта норма, я уже отмечала, давно сидит в законодательстве. И прежде чем ее включить в закон о пенсионном обеспечении, она неоднократно уже проходила обсуждение с предпринимателями. То есть вы имеете в виду, что все категорически против, так нельзя сказать? Все понимают в целом, что да, действительно у нас должна быть солидарная ответственность, но понимая, что нагрузка идет на бизнес, мы начинаем с 1,5%. Я думаю, в целом все те меры, которые у нас озвучены в послании президента и будут проработаны в рамках социального кодекса, позволят все-таки обеспечить достойные пенсии гражданам нашей страны. И самое главное здесь постулат, распределение ответственности должно быть между государством, работодателем и работником. Это международная практика. Но что меня порадовало, так это то, что вы предусматриваете и закладываете законодательно, ну такие гибкие подходы, чтобы смотреть, как та или иная мера отразится в итоге и на людях, и на бизнесе, и на экономике в целом. Спасибо. Назгуль Ериковна Сагандыкова была сегодня у нас в гостях, вице-министр труда и социальной защиты населения. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин